так друзья медленно очень важно и обстоятельно почему сейчас познакомлю с чеком вот я листал фотографии сделать почему потому что лариса андреева позировала на фоне абрикосов с плодами но мне не понравилось мягко говоря форма их что ли скелет не понравился и чтобы мне не отвлекаться самое важное вот здесь написано значит случилось чудо мы обсудили эту тему с антон варяевичем почему его лишний раз преподнес вас кого-то на есть ты взял гектар взял взял у тебя голове есть какие-то зачаточные сведения которые у каждого заложены изначально изначально то есть ты может ни одного дерева я не спрашивал до этого не посадил но что-то ты должен все равно знать у тебя блок и как он там канал у тебя тысячи подписчиков что-то ты знаешь кому ты должен верить ты мои же кости вы садить посадишь так я скажу по вруск посадишь так будет сад а у кромаренко наоборот и вот тогда мы сделали так я он собрал вопросы он уже провел у нас были вебинары до этого до первого этого до 150 этих 156 было еще много вебинаров и вот он взял задал ей вопросы вот это и ответы это ответы публично не касались все его всех его тысяч подписчиков поэтому это не секрет это не личная переписка важнейший внимательнейший момент смотрим и так он выразил сомнению что посажены на глубину 5-6 сантиметров они потом погибнут вот ответ великолепный мы должны его знать сеяться ничего не случится то есть 5-6 сантиметров ну и на я занимаюсь по 7 ежегодно в течение 35 лет проводил специальные опыты на тот момент у меня было лет 30 32 там нам практически шли ноздря в ноздрю по годам проводила специальный опыт и по глубине посева при летней осеннем посеве высею на глубину 5-6 сантиметров то есть тут она стоит как скала при весеннем после искусства сертификации на глубину 20 сантиметров вот тут она немножко поддалась все-таки как потом оказалось она железу прекрасно знает вот итак полы в одном случае уже сдвиг есть это уже ближе к нам с антоном а здесь осталось как скала но самое интересное потом вы понимаете даже я пропустил этот момент когда он мне прислал их переписку внимательно это нас касается всех даже новичков а вот при посадке сеяться на постоянное место в одно-двухлетнем возрасте надо обязательно проследить чтобы не было загружена корневая шейка вот так то есть она имела ввиду но к сожалению это тут не просто надо было расшифровать что 7 на глубину 5-6 сантиметров ребята пусть даже она это прочтет потому что тут я на ее стороне в каком плане на глубине 5-6 сантиметров поверьте не просто сходят также легко как с глубины 1 сантиметр а еще и лучшим сходят почему там чуть сырее там мыши не доберутся там значит это самое перепады поверхностные перепады воздуха допустим плюс на минус минус на плюс то есть оттаяла потом опять а поверхности как у железа вот на такой глубине да она попробуй не полей можно не взойти раз потом еще она взяла допустим тепло поддалась это же не на такой глубине а вот и такой видите как я наглядно показываю на такой она такой и получается она взяла и нагрелась лопнула а потом пришла ночь а еще и с морозами и уже вот этот раскрывшись она полностью теряет морозостойкость в нем морозостойкость только вот когда она это в этой скорлупе в броне а стоит только лопнуть все несколько градусов мороза она погибает а уже росточек она уже все она уже как это она она живая и уже ниже и получается она посадила она ее сделала результат более у меня может быть 10 разошло бы 6 а у нее допустим все 10 или 9 все пока на ее пользу да принципе я вот даже самое все и на все и рассказывал чем преимущество заглубленной посадки и в чем но не бы написать бы что это если это школка для обязательного пересаживания и вот когда ее что она не успевает а больше за год но за да уже уже опасность есть одно-двухлетний возраст видите внизу написано вот одно-двухлетний если тоже бы надо уточнять вы тоже нужно как я это делал извините за такое сравнение мою пользу значит я как говорю значит вот где-то там где живет который мне позвонил и разрешил проводить этот семинар да вот зам по средства масс информации он значит живет там где уже может за год за два уже может подгибить а есть места где допустим посадили суп из такой легонькую почву да тогда он может пережить это до пересадки то есть обязательно сказать что там где постоянно дожди вот прибалтики уже нельзя садить нах вообще не только чтобы потом пересадить и спасти этим а вот прибалтики приморье уже нельзя там постоянно эти циклоны то есть антициклоны да и вот получается что это не учтено так и кто захотел посадил на 5-6 и навсегда а мы с вами датчики все время акцент делаем на то что мы друзья датчики нас совершенно не колышет что берется дерево вбивается эти капусты зон и столбы распинаются они вот постоянно колечиться тогда получается можно обрабатывать вот как говорил водительский правильно тогда получается можно удешевить чем если чека трактор так а он может быть трактора и опрыскать он может трактора даже обрезать он может трактора полить вот бочку везет . поливает все можно а это удешевляет так а то что при этом получается много ран и ничего страшного опрыска лишь бы только яблоки получились предельно крупная калиброванная а у нас у бедных несчастных ну конечно что же за яблоки то тут такое тут такое тут такое каждая третья червивая вы с вами не опрыскив да плевать мне что каждая третье червивое у меня на дерево 23 метра совершенно не волнуйся я их оставляю до следующего года ах оттуда вылетит плодожор и пусть и летает я что это самый дежурный по стране чтобы всю плодожорку уничтожить и я невозможно уничтожить даже когда вы возьмете уберете все гнилые яблоки все яблоки и червивые уберете да плюс еще а если вы полете профилактическое пришли ухо да вот вот скоро вылетит скорее это самое литра и литра и литра и литра яду все ребята поверьте соседнего дерева придите тут даже вот те кто вот это советует им нужны фильмы желательно подлиннее желательно побольше лайков желательно чтобы купили этот чертовы эти самые это вы зайдите в магазинчик любой это все же вам купить надо а вы не просили туда пойти магазин что там отравленные что вы когда искалечить его все равно повысится отравлены видите как и вот когда они смотрите когда она не до конца ответила когда вот это вот чек посадить а одну такую величину это же супер специалист и она значит в летний осенний посев возьмет посадь на 5 6 лет он не знаешь что потом будет вот даже пересаживать не собирайся вот потому что желательно чтобы уже не трогать его а то что он не ссадить эти самые сотни за сотни вы это задача простая садик вырастет если 20 лет я их вот так оставил на месте через вопрос только в одном более сухие места два-три года мертвая не так сырых местах более сухих местах ну 56 лет бывает уже видел такой уже люди плачут уже урожай уже все раз мертвым я вот тогда тычу в эту в его ошибки вот получается так и и волшебная фраза которая меня с ней мерить и делают друзьями при посадке сердце на постоянное место то есть пересадка обязательно проследить чтобы не было сглубок когда вот этот закопанный поглубже и вот столько там это самое выше корней вот такое расстояние это смерть вот это расстояние это смерть дерева через несколько лет но выкопали и тут выясняется что именно абрикос корни красный или почти красный как морковного цвета так а вы все обычно коричневые там темно-коричневый светло-коричневый граница почти четко видно и для чего человек уже когда выкопал или он допустим если она торгует она продала на пересаживание уже не надо даже никакой это самое инструктор особенного уже чем видите корни он посадит корни вниз если он специально не научит вот я сам слышал на рынке а скажите если заглубить что будет вот это я сам слышал человек думает что ему продают тот вырастил а таких сейчас на рынках уже не осталось понимаете вот и наконец все же это она пишет софрунова и его команде если вы боитесь заглубление корневой шейки сенсор на грядке то можете просто сгрести лишнюю землю от молодых растений к сожалению друзья вот этого никто не отнимал и так посадят и сейчас большинство так садит вы думаете а по не садитесь я человек которого с десятки сотни тысяч просмотров это не первое сколько я уже таких показал помните нет доктор наук как он аккуратно делал бордюрчик посадил в ладно яблоню может даже немножко окупить себя несколько рожаев даст но груша никогда груша это смерть и вот это это доктор наук и это двадцать первый век той шансов это я уже обращаюсь к ларисе древне лариса древню когда он возьмет вот так вот да вот отгрызмет землю там я вы еще больше будет понимаете вот если бы на холм посадил на холм а вы к этому пришли но вы уже сами сайте на холм вы молодец вы умница но людям надо было сказать садите на холм а потом можете даже скрести немножко будет тот же холм чуть поменьше вот ну дальше еще был момент она недалеко в этом плане ушла от выпускниц темирязевых темирязевых тех самых у которых из семян вырастает дикари взяла здесь написала вот существует общее правило семян вырастает дикари сожалению ну дальше разъяснение где больше не меньше на дикари вот тут к сожалению уже один раз написал об этом вот мясо кому было адресовано железу тут ни при чем ну спасибо хоть это одна среагировала она в отличие от тех которые оскорбляли меня моего брата вот 70 лет прожил в мане ножом это а люди которые заслуженные это мы с братом он инженер кстати я извините но это же мой вебинар да я не платит а расслушайте мой брат я сам то сразу то не сообразил когда они на него напали у нас шикарное образование а брат кто а брат инженер закончил не просто институт а институт по сельхозмашинам и у них был курс сельское хозяйство такой же как у вас вы понимаете вы думаете прежде чем как вас там темирязевки я вас уже общая для вас фразу приду вот этой фразой она немножко звучит как бы сказать вы немножко презрительно темирязевки вы подставляете телевизорскую академию потому что вот такой вот что семена вырастает дикари это вызывает сейчас смех а вот сослались на цитату который 90 лет 90 лет они делали него не ваша эти самые руководители и вот получилось так что влипли по полной тот же самый курс был как у моего брата это почему он не понимает елки-палки фотографии с вашим а я не успел сюда занести с персиками с абрикос 6 лет назад у меня не было ничего сейчас вместо абрикос а вот пока собачитесь почему у меня не попросили когда человек говорит на шикарное образование а когда мы спросили а какой под по этим по люпинам по травам вот ну ладно проехали я немножечко с вами рассчитался вот а лариса андреевна она как сюда попала вот сработал тот же самый этот сработал стереотип что ли а тут она пытается уже как-то немножко подправить но она-то среагировала а нас другие бы попробовали вот это письмо на когда там эти эти грязники уничтожили фактически грушу на дело вот таких рада они же не ответят никогда понимаете даже если до сих пор считать что они правы что дерево будет только процветать после этого а наша лариса андреевна вот это замечательная женщина замечательно ничего мы и тут немножко поправим почему вот когда мы начинали ну здесь она как бы сгадать вот здесь она пытается все-таки ну доказать что новый организм наследует это это уже вот у всех вот я еще зачем выделил похож на маму на дедушку на тетю на соседа ну то есть а железо вычитала узнаете нет друзья вспоминайте те фразы ладно я этим я фактически вот этой фразы просто она сама догадалась но тогда мы вместе с это самое с ларисой андреевны трамаренко мы вместе отменили того самого менделя но тогда мы отменили тех кто говорит что мы генетики выпустите милядики здорово да в вашем возрасте я имею ввиду с вашим опытом и с вашими этими не возрастом вы моложе меня вашими как называется погонами да с вашим утрите там вам не страшно будет что железо сказал что вы теперь причем плечо мы теперь отменили менделя вот это вот отмена менделя поняли это отмена менделя я это делаю походя у меня десяток мировых открытий я их это напишу хорошо так что потом сам забываю вот науки они не нужны эти открытия потому что это оскорбление дадут мы будем сидеть в своем свином этом классный ряду с никогда не пусть вот мы печатаемся в самых авторитетных журналов платяем по 50 по 70 тысяч так нет чтобы нас это самое там на печатали тем более тоже железо на печатать вот так вот ребята а